Кастинг на роль Кларисы Фрей, кадр 1, дубль 1. Всем привет, привет, с вами снова я, Интони Лайд, очередной в видео-канале, и да, сегодня я снова в чёрном. Всем мои цацки на месте, а это значит, что пришло время снова обсуждать Орудия Смерти. И сегодня я делаю для вас обзор книжный, потому что это книжный обзор. Что ещё ты сегодня скажешь логичного? Да, книжный обзор сегодня на вторую книгу из серии книг Орудия Смерти Кассандра Клэр, Орудия Смерти, Город Праха. Это уже второй обзор из этой серии, если вы хотите посмотреть первый обзор, то он есть в плейлисте книжный обзор, я также делаю обзор на сериал, есть обзор на первую и вторую серию, есть обзор на полный первый сезон, также есть обзор на каст. В принципе, это всё пока что связано с Орудиями Смерти, но у меня ещё есть обзор на трейлеры. Да, мне кажется, нужно создавать один плейлист с Орудиями Смерти, но пока до этого не дошли. Сегодня вторая книга у нас, и мы её разберём, посмотрим, что мне нравится, что мне не нравится. Будут спойлеры, так что, если вы ещё не читали эту книгу, на что у вас было, ну, лет шесть, может быть, чуть больше, пожалуйста, прочитайте, потом возвращайтесь к этому обзору. И да, будут какие-то спойлеры, будет моё обсуждение, будет моя рекомендация, будут какие-то моменты, которые мне запомнились, поэтому давайте начнём с того, что, скорее всего, мне понравилось. Давайте начнём, наверное, вообще с сюжета как такового. С момента окочения первой книги Орудия Смерти Курот Костей прошло не более, ну, мне кажется, двух-трёх недель, поэтому повествование ведётся в том же 2007 году. И, в общем-то, основная у нас, так скажем, сюжетная линия этой книги, это то, что Джейса обвиняют в пособничестве Валентину. Его запирают сначала, вроде бы, в институте, я уже не помню. Потом его запирают в городе Костей, потом его Магнус берёт уже себе на поруки. И, в общем-то, всё у нас крутится вокруг того, что Джейса пытаются как-то обменять на Валентина, точнее, Джейса пытаются обменять на Орудие Смерти, которое находится у Валентина. И я вообще не пойму, как можно было так тупо профукать все Орудия Смерти? Ну, сейчас не об этом. Возвращаемся, опять же-таки, к Клэри. К Клэри и Джейс узнают, что они брат и сестра. В любом случае, даже если не были бы брат и сестра, все бы хотели, чтобы они там... Какой шпок-то смачный вышел. Да, в общем-то... И второстепенная линия, это Саймон, который пройдётся в вампира. Да, это, внимание, спойлер. Но, мне кажется, он в сериале в первой зоне уже стал вампиром, поэтому... Что можно от этого ожидать? В общем-то, да, и ещё какая-то линия, это семейство Лайтвуды. И, в принципе, все сюжетные линии на этом, вроде бы, заканчиваются. Поэтому давайте разберём сейчас каждую сюжетную линию по отдельности чуть-чуть. Мне не очень нравится вторая книга только потому, что... В первой книге всё как бы начинается, всё закручивается, весь сюжет пошёл, ты как-то ввлекаешься, воникаешься в этот мир. И, если честно, это интересно сначала, но потом как-то ты читаешь вторую книгу и понимаешь, что она какая-то немножко короткая и какая-то вообще не особо нужная в плане сюжета. Но, знаете, она всё равно хорошая. Даже несмотря на то, что после этой книги идёт Город Стекла. Город Стекла — это my all-time favorite book. И, в общем-то, Клейс в этой книге, так скажем, имеет очень странные отношения, потому что они вроде как думают, что они брат и сестра, но мы это все знаем, правда. И их отношения не очень понятны, они вроде как и хотят быть друг с другом, но потом не боятся осуждения со стороны семьи и друзей и так далее, и подобное. И, в общем, какая-то непонятная хрень. И что в конце книги, когда это уже... Мы возвращаемся в конец книги, когда уже вся битва закончилась на корабле. Джейс, получается, говорит Клэри, что он хочет быть с ней только как брат с сестрой. И такая Клэри, до этого, которая собиралась рассказать ему о своих чувствах, ей пофиг вообще, было на меня кружочек. Она такая... Да вообще, Джейс, ты мой братан-тикер. Вообще все нормы. Ты что, я тут... Че я делаю у тебя в комнате в 3 часа ночи? Я пришла, села, собиралась тебе сказать, что мне пора уходить. Джейс, ты мой братан. То есть примерно вот как это должно было выглядеть в реальной жизни, по крайней мере. Так что... Клэйс в этой книге может как-то и не слишком Клэйс. Потому что там город стекла идет дальше, и мы все понимаем, что там будет дальше. Но все же... Я не знаю даже, как их описать. Все-таки, единственный, наверное, хороший момент с этой парой во второй части, получается, этой серии. Это момент с королевским, получается, двором в фейре, когда Клэри как-то затупила по-жесткому. И, получается, ее должен был поцеловать тот, чей поцелуй она давно хотела. И, в общем-то, поцелуй Саймона как бы не прокатил. Поцелуй Джейса прокатил, и Саймон такой... Трянь! То есть Саймон, конечно, не таким голосом сказал, но это моя интерпретация, поэтому... Так что давайте, наверное, опустим Клэйс, потому что Клэйс в этой части особо не менялись, не развивались как персонажи. По крайней мере, единственный развивающийся персонаж в этой книге, это 100% был Саймон, потому что он перешел из состояния человека в состояние вампира. То есть это была огромная жертва. Когда я первый раз читал эту книгу, я, честно, я думал, что Саймон умрет. Я даже не думал, что они воскресат его в качестве вампира, потому что я думал, что Клэйр не настолько будет эгоистична в этом плане, что либо его оставить, убирать, либо там возродить его, ну, как-то в новой жизни, то есть не ожидая каких-то таких... Что она думала, что, получается, Саймон останется таким же, как он есть. В книге-то он остался таким же, как он есть, в принципе, с небольшими бзиками. Но всё же это, мне кажется, была та жертва, которую Саймон принёс ради Клэри. И это был действительно очень крутой поступок. И когда в конце книги Саймон стал светолюбом, то есть Джейс ему в конце книги дал выбить своей кровью, чтобы он не умер, это вот именно вот эта вот небольшая, как это, интеракшн, как это будет, небольшая связь, небольшое событие, которое произошло между этими двумя парнями, которые оба влюблены в одну и ту же девушку, это показывает то, насколько всё-таки крепки они, как команда. Вот, это всё, что я хотел сказать по этому поводу. Даже чётко мысль пошла. Он как? Ещё одна недопара этой книги, а потом уже более-менее полноценная пара этой серии, это Алик и Магнус. Опять же, мы все сейчас будем говорить про Малик, потому что это всё, чего вы хотите от этих видео. На самом деле, вся там сюжета крутилась вокруг именно измены, и, получается, Роберта Мариси, это родители Изабель, Макса и Алика, то есть это Лайтфуды, вся эта семья Лайтфудов, которые такие... И, в общем-то, на этом всём фоне, как бы, Роберт не воспринимает, как бы, чувство Алика к Магнусу всерьёз. И я, как бы, понимаю это, как бы, как факт. Но я такой... Чувак, ты же понимаешь, что нам всем срать? Честно говоря, нам всем глубоко, просто с горы. Надо гонить на твоё мнение, потому что мы-то все знаем, кто кого там будет чпокать. Ну, хотя мы не знаем, а... Только не говорите мне, что я опять пошутил прописки. Поговорим про сюжет, да? Что мне понравилось и что мне не понравилось в этой книге? Начнём с того, что мне понравилось. И это однозначно последняя битва на корабле, когда Клэри там металла кидала, бросала и так далее и тому подобное. То есть мне понравилось всё, как было написано и как это было всё как-то воспроизводилось у меня в голове. То есть у меня и чтения, и воображения одновременно работали. Это было всё очень круто. И вообще вся эта битва показалась мне такой более-менее эпичной. Надеюсь, в сериале они сделают это всё как надо, потому что в сериале сделали 20 серий. И я не понимаю зачем, потому что 13 и так было достаточно. Но, видимо, сериала будет идти с Хиатусом целый год. Не знаю, сколько она будет идти. Но битва мне однозначно понравилась. Мне также понравилось превращение Саймона в ампире, даже в связи на то, что я хотел бы, чтобы Саймон остался человеком. Но я понимаю, что это нужно было для сюжета. Потом мне понравилась сцена в королевском дворе Фейри. Однозначно одна из лучших сцен вообще во всех орудиях смерти. И взаимодействие Клейс, как брата и сестры, тоже, в принципе, было приятно наблюдать. И, в принципе, это всё, что мне понравилось в этой книге. Два единственных дедочёта, которые мне не понравились в этой книге, это то, что книга короткая. Она действительно, по-моему, самая короткая книга из всей серии. И то, что есть переход между персонажами. Прям переход-переход. Вот, то есть, когда там пишут, там, «Бл-бл-бл-бл-бл-бл-бл-бл-бл-бл», «Клэри» — «Бл-бл-бл-бл-бл-бл-бл-бл-бл». То есть это был, скорее, перескок с одного персонажа на другого. Подобное было в «Пятой волне» Рикайанте. Когда был перескок с одного персонажа на другого. То есть мне это не очень нравится. Хотя бы подписывало, что ли, не знаю. В принципе, это все недочёты в этой книге. «Орудие смерти. Город Праха» может и не самая любимая моя часть этой всей трилогии. точнее, это была бывшая трилогия, теперь это вся сплошная серия, но все же она хороша для чтения, хороша для развития сюжета, скорее всего, в некоторых моментах, потому что как полная книга, как-то не хватило немного материала Кассандре, но все же книга хорошая, как часть бывшей трилогии, как часть серии хорошо все смотрится. Я дам, наверное, этой книге 6,5 вампирских клычков из 10, потому что не лучшие орудия смерти города гостей, но все же и не... плохо, я думаю, поэтому... да, ставить это прочитать, если вы, конечно, увлекаетесь орудиями смерти, если вам нравится вся эта... вся эта штука, которую придумала Кассандра Клэр. И да, на сегодня у меня все, мне все понравилось это видео, я очень-то рад, надеюсь, вы прочитаете эту серию книг, и мы с вами вместе ее прочитаем, потому что я планирую сделать обзор на всю серию орудий смерти, потом я планирую прочитать Адские механизмы, и потом я уже планирую прочитать Леди Полночь, это новая книга из новой серии или трилогии, непонятно, Кассандра Клэр, посмотрим, я еще не дошел до нее, обзоры будут скоро на таинственную историю Белли Млигана, это 100%, и, возможно, я хочу прочитать Сумерки. Бум! Рандомная информация, которая вам не нужна. На самом деле, да. Я вчера прочитал первые четыре главы, я такой... I don't know what I think, but it's... Вот это была моя реакция в четыре часа, да. Поэтому не спрашивайте меня ни о чем. Да, в общем-то, это все. Надеюсь, вам понравился этот книжный обзор, если да-то я очень... это морот. Надеюсь, вы ожидаете книжных обзоров, я делаю их не так часто, но все книжные обзоры можете найти в плейлисте с книжными обзорами. В основном я читаю в Young Adult литературу, поэтому не ожидайте от меня какой-то классики, не ожидайте обзора, наверное, на какие-то книги, которые прям дико-дико старые. Я не буду делать обзор на Минаута Звезды, это 100%, меня много просят, но я не собираюсь его делать, потому что я не хочу перечитывать эту книгу, откровенно говоря. Вряд ли я буду делать обзор на Дивергент, может быть, я не знаю, посмотрим. Но, если вы хотите посоветовать мне какие-то книги, которые вы считаете интересными, оставляйте их внизу в комментариях, всю музыку вы найдете в описании. Если у вас какие-то вопросы ко мне, то вы все найдете в описании, тоже все мои соцсети, Ask.fm, мою личную страницу, везде все-все-все-все-все есть. И, в принципе, да, с вами был я, Энтони Улай, главное помнить, я всегда оставаюсь с вероятными себе, до чего во всех уже в начинаниях я вас очень-очень-очень люблю. Увидимся с вами совсем скоро, на этом же самом месте книжный обзор был, видео был, пока! В общем-то, да, сегодня я делаю для вас обзор на орудия праха. What the fuck?